Сидорова Татьяна Александровна Сидорова Татьяна Александровна Главной новостью майских праздников, побившей все рекорды по посещаемости во всех интернет-поисковиках, становится информация о ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена Первые лаконичные сообщения сразу США ликвидировали врага номер один Удачное завершение почти десятилетней охоты на Усаму Бен Ладена Усаму Бен Ладена глава террористической группы Аль-Каида По данным ФБР США возглавляет список наиболее разысканных мировых террористов Был уничтожен в ночь на понедельник армейским спецназом в укрепленном доме в районе города Аббатабад, рядом с пакистанской столицей Исламабад Проникнув внутрь, морпехи вступили в бой Бен Ладена обнаружили в спальне Предлагали сдаться, но он отказался При этом любопытная деталь от пули он прикрывался женщиной В итоге все равно террорист номер один был застрелен выстрелом в голову За все операции в прямом эфире наблюдал президент США Барак Обама Кадры из Абатабада транслировались прямо в Белый дом Президент США Барак Обама сообщил, что санкционировал операцию еще неделю назад И пакистанские власти были уведомлены о ее проведении Обама также поблагодарил власти Пакистана за помощь в ликвидации Бен Ладена Многие считают, что речь Барака Обамы не была подготовлена То есть она такая спонтанная Но мне кажется, что наоборот Она, как и всякая речь Барака Обамы, была тщательно продумана, подготовлена Потому что в ней реализовывались самые главные две установки На то, что событие это, ликвидация Бен Ладена, было законным И установка на то, что это событие было достоверным Потому что операция проводилась на чужой для США территории Но тактика обоснования законности Это как раз сообщение о том, что было санкционировано это мероприятие Самим Бараком Обамой Далее то, что уведомлены были власти Пакистана Это тоже подтверждает законность Хотя нам-то понятно, что уведомить это не значит получить разрешение А вот в конце своей речи Барак Обама благодарит даже власти Пакистана Что тоже работает на законность Потому что предполагает такую информацию Если благодарит за то, что власти Пакистана поддержали, помогли То есть предполагается, что было разрешение получено Кроме того, реализуется тактика оправдания убийства Несмотря на то, что он был вооружен, прятался за спиной женщины Он не выполнил требования, он не сдался И якобы это послужило причиной тому, что его расстреляли То есть выстрелом в голову он был убит Американские власти буквально по капле выдают информацию Касающуюся ликвидации главаря Аль-Каиды Усама Бен Ладена Детали подчас противоречат одна другой Сначала было заявлено, что Бен Ладен оказал в сопротивлении и был убит в перестрелке Затем выяснилось, что оружия у него не было и что он был убит выстрелом в голову После чего последовал контрольный выстрел В Белом доме, объясняя противоречивую информацию, напоминает об известном термине «туман войны» Возможной недостоверности первоначальных данных в ходе военной операции Директор ЦРУ Леон Панетто разлил информацию о том, что Обама следил за всей операцией в прямом эфире Глава разведывательного управления подчеркнул, что президенту показали запись Действительно, со шлемов морских котиков, но ее содержание было ограничено высадкой десанта и штурмом дома Моменты, когда и при каких обстоятельствах прозвучал первый выстрел в террориста номер один Главе Белого дома не демонстрировали У Бен Ладена, откровенно говоря, не было времени на разговоры Я не думаю, что он был готов оказать вооруженное сопротивление Во всяком случае, когда группа наших ребят добралась на третьего этажа, где он находился Там в суматохе были какие-то движения, угрожающие жизни бойцов Поэтому они открыли огонь На первый взгляд, кажется, действительно, заявление Леона Панетто абсолютно противоречит первому заявлению Барака Обамы Но на самом деле в этом заявлении тоже есть установка на сообщение факта Факта ликвидации главного террориста, как называют Бен Ладена И то, что отрицает Леон Панетто, фактически действительно вызывает в нас сомнения в достоверности этой информации Наверное, это как раз те детали, которые работали на достоверность при выступлении Барака Обамы Они не соответствуют действительности Это сразу бросается в глаза Ну, во-первых, то, что, оказывается, не было никакого просмотра в прямом эфире Что запись была дана Бараку Обамы только после операции Вот эта деталь Потом, значит, то, что сам террорист не был, оказывается, вооружен Кроме того, он не прятался за спину женщины и был застрелен только потому, что сделал какие-то движения в сторону наших ребят Как выразился Леон Панетто Но если вдуматься в его выступление, у него все-таки реализуется речевая тактика оправдания и незаконности этой операции Он сообщает о том, что власти Пакистана не были уведомлены о предстоящей операции И соображение того, чтобы не было утечки информации И это вполне нормально воспринимается Кроме того, он оправдывает действия солдат, которые застрелили безоружного Бен Ладена Потому что тот сделал вот какие-то движения Конечно, мы можем тут гадать, что за движения и так далее Но не вызывает сомнений тот факт, что сам Леон Панетто, он все-таки пытался реабилитировать своих солдат И показать саму ситуацию как ситуацию фактологическую, как достоверную Видимо, не успели договориться Видимо, какие-то были, может быть, и разногласия Может быть, еще, можно многое же предполагать Возможно, задеты были амбиции Леона Панетто, как директора ЦРУ У которого ничего не спросили И вот было в эфир выпущено сообщение без его данных каких-то и так далее Я не знаю, но вот получилось так, что его информация, она вступила в противоречие с предыдущей информацией Хотя не совсем в противоречии Самое-то главное, факт ликвидации, он был заявлен И теперь все по-прежнему ждут визуальных свидетельств операции Глава ЦРУ настаивает, что надо показать посмертные снимки Бен Ладена И положить конец сомнениям и спекуляциям Советники же Обама его отдергивают и заявляют, что узнаваемая фотография главаря Аль-Каида Является шокирующей, не может стать достоянием широких масс Но в любом случае последнее слово в этом вопросе остается за президентом США Квецкая газета Аль-Манбаа вслед за сообщением о ликвидации Усамы Бен Ладена Публикует ранее необнародованное завещание Бен Ладена объемом в четыре страницы Лидер движения Аль-Каида в своем завещании просит у своих многочисленных детей прощения За то, что уделял отпрыскам мало времени Из-за приверженности джихаду Также просит детей ни в коем случае не вступать в Аль-Каиду Своим женам, которых у него по некоторым данным было четыре Террорист настоятельно рекомендует не вступать в новый брак В завещании, датированном 14 декабря 2001 года То есть через три месяца после взрыва башен Близнецов в Штатах Экс-главарь Аль-Каиды также предполагает, что погибнет в результате предательства одного из своих приспешников Хотели показать позитивно Бен Ладена Потому что особенно вот эти первые две позиции относительно его детей Они его показывают как положительного человека, семьянина, который думает о детях Вот первая позиция, он просит своих детей не вступать в ряды Аль-Каида Но тут же закрадывается сомнение, потому что все-таки датировано 2001 годом Когда был самый пик его такой деятельности террористической И тут он вдруг своим детям завещает не вступать в ряды этой организации С трудом верится Вторая позиция, то что он просит у детей прощения И в качестве причины того, что он им не уделял достаточно времени Он указывает приверженность джихаду Она тоже сомнительна, потому что джихад это все-таки вершина ислама И если речь идет о большом джихаде Это духовная борьба с внутренними какими-то недостатками То в этом случае джихад никак не мог помешать ему воспитывать своих детей, заниматься ими Он рекомендует причем настоятельно своим женам не выходить замуж после его смерти Это нормальное в общем-то отношение к женам Отношение мусульманина Ну а четвертая позиция В общем-то я считаю, что не нужно быть особым гением, чтобы предсказать такую смерть Потому что это закономерность Она в истории уже зафиксирована Очень многие люди такого плана, как Бен Ладен Они погибают именно в результате предательств В целом, если говорить о дате, когда было опубликовано это завещание То есть 14 декабря 2001 года Это практически сразу после события 11 сентября Конечно вызывает глубокое сомнение, что такое завещание могло быть Поскольку не мог человек, находящийся в пике своей активной террористической деятельности Завещать детям не вступать в ряды своей же любимой организации Между тем президент США Барак Обама уже получил дивиденды от устранения террориста номер один Согласно данным опросов, в первый день мая рейтинг Обамы резко пошел вверх Более 60% опрошенных сказали, что поддерживают политику главы государства в Афганистане Еще 69% сообщили, что согласны с проводимой Вашингтоном политикой по борьбе с терроризмом Продолжение следует...